Значит, вот мы видим таз человека. На МРТ было видно, что левая сторона, вот эта, да, здесь КПС, вот этот сустав как бы расширенный, тут имеется щель чуть больше, чем с этой стороны. И когда мы вот визуально провели по естественным отросткам, да, прямую, видно, что вот один что-то скривился, вот этот что-то скривился. Ну, в принципе, лордоз, левосторонний там ему пишут, да, по большей части вот сюда должны по звонке уходить. Но когда лежит, вроде бы они ровные, да. Но с другой стороны, там они по оси могут быть повернуты вот сюда, соответственно, поперечный отросток выпирает. Вот видите, тут опухоль побольше, видите, они выше вот эта часть, выпирают, если сюда вот нажимаю, так вот невольно, везде, да. Вот, это я вот на поперечное нажимаю, а здесь? Нет. А здесь невольно, да. Вот, значит, наша задача сейчас поперечные позвонки разворачиваться вот туда. Этот один позвонок, или 5, получается, пробивать его в обратную сторону, и вверх. Таз, смотрите, относительно оси, здесь уже расстояние, здесь шире расстояние, да. Значит, нам надо будет вот это расстояние увеличивать, за счет того, что вот его нижний уголок гребня, видите, ниже, чем вот этот уголок. Ну, где-то почти на сантиметр. То есть пробивать этот гребень вверх, и таз разворачивать вот так вот на флексию вперед. Таким образом, эта нога удлинится. А этот, чтобы развернуть таз, нам надо будет вот из-за него крестец. Видите, чуть развернулся крестец, сам по себе вот так. Ну, там совсем незначительно. То есть нам за крестец надо будет давить вот туда, а тазовую кость сближать вот сюда. То есть тут вот такое движение должно быть. Ротация в обратную сторону, назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова